У нас начинается фильм с того, что без чувств, лежащие на больничной койке, пожилой еврей читает молитву из Корана. Актерский состав у вас международный будет? Для меня большая честь и, конечно, большая ответственность, что в нашем фильме одной из главных ролей пожилого Ицхака, собственно говоря, от имени которого мы и узнаем эту историю, будет играть человек, судьба которого очень схожа с судьбой Ицхака из нашего фильма. Мальчик Ицхака, который пережил Холокост, лагеря Гулага. История прежде всего не о крымской татарке, это история прежде всего о матери с каждой заглавной буквы и о детях. И потом ведь истории о том, как какой-либо человек, будь то мужчина или женщина, проявляя поистине героизм и стойкость человеческого духа, спасал других людей, а в частности евреев, ну немало. Наша история отличается тем, что героиня наша спасла этих детей дважды. И прошедшие двухнедельные пытки в гестапо, она не призналась, и она не предала этих детей. Она придумала каждому имена, она придумала каждому историю, из какой семьи кто. Создается ощущение, что для нее это не было нечто необычное, героическое, для нее было нечто естественное. Она прекрасно понимала, чем это грозит. Она очень боялась. Когда вокруг снаряда, когда вокруг стреляют, и когда вокруг, из-за каждого угла, тебя могут убить за то, что чужих детей не было. Нам приходится все равно говорить о национальности, потому что тогда они говорили. Безусловно, одно из важных ролей, потому что немаловажное сопряжение того, что она крымская татарка, мусульманка, а не дети евреи. Конечно, это еще более драматическая ситуация, когда ей нужно было убедить этих детей забыть, кто они. Забыть имена, забыть свою веру, забыть своих отцов, матерей, забыть свое прошлое и построить себе новую судьбу. А потом в одну ночь тут же вспомнить, помочь им вспомнить, кто они на самом деле. Я хочу снимать этот фильм с прицелом на будущее. Для своих детей, для всех детей, для того, чтобы было четкое и ясное понимание того, что так нельзя. Вот так нельзя.